Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 468. События дня. Иеремия 32-35. Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. Подожди, 25-я должна быть. Как-то непонятно. То ли цифры перекидываются, я переправлю ее на 25-я. Если здесь 25-я, то может быть здесь и даже 29-я. Но тут отобразится в названии. Бывает так. Ну и далее я говорю, когда по скайпу можно заходить. Когда кто-то желает что-то спросить. Выходить с 4 ночи по Москве до 4 по московскому времени. И далее, прочитай. Так, кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу. Спросить, когда я буду свободен. И не звонить мне в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Ну опять же говорю. Другой неизвестный человек долбится не в то время, когда мы легли только отдыхать. Мы встаем рано, и я отключаю, и встаю в другой раз, смотрю, раз в 10 звонил. То есть настырно, так не годится. Дальше. Так, в скайпе на моей страничке и на других ресурсах одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем одно за неделю. Прошу не нарушать все регламент. Я уже неоднократно говорил. Михаил Кальмаев пишет, тут один священник выступил, что без платка можно молиться, никакой роли не играет. Я не хотел священника даже называть его, но другие называют, теперь он уже известный будет, кто он такой. Вы можете зарядить там про платок, больше там еще нет. И вот что пишет этот священник. Пишет священник Константин Пархоменко. Семь часов назад пишет, Анжелика, я не понимаю вас и других комментаторов, возмутившихся тем толкованием слова апостола Павла про ангелов, которые я привел. То есть ангелов пишет с маленькой буквы, то есть умышленно провоцирует. В Библии везде всегда писалось с большой буквы. Слово ангела толкует и англо-тоус, и все ангелы небесные. Небесные щены, которые охраняют нас. И когда женщина без платка, то поношение идет до ангелов, они видят, отвращаются. Он делает наоборот все, я такого еще не встречал никогда. Такого богохульства буквально. А ангелов называют демонами. Толкования не надо никакого, святые отцы понимают так, и там по смыслу понятно, что речь идет об ангелах. Так, вы что ли не понимаете, что я просто привел научное толкование? А вот как, стоит в храме, и он толкует научное толкование. Вот оказывается в чем дело, он оправдан этим, у него веры-то никакой нету. Он просто балаболит, стоит, и у него научное толкование. В храме, то есть церковным учением, он не знакомит людей. И даже и слова не сказал, что это ангелы божии. Он бесовская вера-то у него, а бесов проповедует. Это научное толкование. А я еще могу сказать, он много знает. Он по всем помойкам прошел, чужую блевотину сожрал, и в храме изрыгает. Сейчас в храмах танцы устраивает, показывает все здесь. Как бы ни интернет, ничего бы не знали. Поэтому Тим Бернер Сали надо благодарить, чтобы обратился. Кто изобрел интернет. Дальше. Я не высказываю своей оценки этому толкованию. Нравится оно мне или не нравится. Это не я говорю. Но понимаете, другой это говорит. А я его слава повторяю. Это не я матерюсь. Это матерки другие изобрели. Я стою матерюсь, пересказываю чужую речь. Пойдет или нет. Но это не я говорю. Началась война. Гитлер-то будет здесь еще чай пить в Москве. Один сказал у нас в Барнауле здесь, на заводе, где там зэки были. Сразу же сирена завыла. Сразу всех собрали. И тут же яму вырыли. И тут же его расстреляли. Я такого не слыхал. И рассказывает человек-очевидец, который сама отбывала за мужа 10 лет. Емщикова Ксения Ивановна. А я не свои слова сказал. Это кто-то сказал. За то, что ты распространяешь ядовитость. Дальше. Это просто констатация того понимания, по которому консенсус у ученых практически достигнут. Консенсус. Какие слова ученых. Какие они ученые. Верующие, неверующие. Вопреки Слову Божию. Да, вопреки. А нафигам всем. И тебе туда же. Константин. Вы что, лучший знаток богословия апостола Павла? Это ему кто-то, видимо, отвечает. И сотни крупных библеистов и исследователей богословия апостола Павла штаны протирают. Видимо, даже я не могу понять, кто из них, как Альмаев говорит, так не мог определить даже. Почитайте что-то, что ли, что-нибудь серьезное на эту тему. Кавычки закрыты. Видимо, это все его было. Да. Так, я тоже решил написать, хотя понимаю бесполезность этого. Едва ли он сойдет со своего пути. Ведь он себя возвысил с его слов из ролика. Это, видимо, уже Михаил отвечает. Михаил Кальмая только что. Так, только что. Вот так написано дальше. Подобный вам толкователь поет в унисон с вами. Какая-то ссылка. Ну, вот эта ссылка на него дается. Я могу нажать, чтобы посмотрели люди здесь. Нажать. Она должна открыться сейчас. Где? Вот она. Как называется? Кать помощь. Почему женщина в храме покрывает голову, свою беседу, протоиерея и прочее? Вот она здесь. Если не видно, я ее открою пошире. Вот смотрите здесь. Ну, я не знаю, тут можно, нельзя это отдать маленько. Истории возникновения этого обычая. Почему? То есть обычая, это возникновение. Он историю объясняет. А не надо ничего объяснять. Бог повелел и говори. Он объясняет, какую книгу тут держит, что, какие там были проститутки, все объясняет. Надень хиджаб, как мусульмане говорят. Женщина в храме покрывает голову. Я пройду дальше. Наши женщины христиан. Дальше. Где он говорит? Снимать. Женщина должна, Павел любит какую-то мысль, высказав апостол Павел, любит ее много раз доказывать разными. Это он кончал семинарию, видно, Академию. Набитый под завязку мерзостью семинарская. Страха Божия никакого нет. Абсолютно нет. И, похоже, веры нет. Видите, сытый, гладкий. Он не страдался, не спастился. Я уже внешне даже беру. Рядом как раз стоит икона, рядом, над ним, в платке находится, я не знаю, это Ксения Петербургская или кто-то. Матрона. Матрона или, вот, где есть, там кто-то тоже. Это то ли женщина или нет, это вот, вот, биголовной убор. Да, похоже на то. Где-то. Ну, и говорить о даче нечем, вы сами найдите. Так и называется оно, почему женщина в храме покрывает голову. Такой заголовок. Найдите, тут еще больше нет такого, я отойду от него. Более отвратительного ничего не встречал. Вот так. Да, дальше здесь. Нужно вот здесь взять. Что у нас? В ворде читали мы. В ворде мы читали. Так. Так, ссылка. Так. Только он сектант, но, похоже, из одного корыта питаетесь. Дальше. Еврей взял у евреев. Да мы бы понятия не имели о Иисусе Христе, если бы не евреи. Например, как и почему крестят погружением. Если хотите понять, то придите к микве и ритуальному омовению. Видите, куда. Миквы это вот затеяли. Это Олег Стеняев сказал. Никакой миквы никто не знал. Пришел и крестился. Явление Христа народу. Это все знание. Ни одна бабка этого слова не знает. А чтобы доказать что-то, ну даже правильно доказать, даже требуется. Но не надо этого ничего. Бог повелел, и все. Иди. Какая ему миква? Ему сказано было, иди в Неневе. Он поплыл в фарсе, в другом направлении. И что? Буря. Выкинули. Дальше кит. Дальше подводной лодки поплывешь Иона. Вот это надо знать. Противление Богу. Такой же грех, как там волшебство и прочее перечисляется. Однако, отцы церкви узаконили полное погружение, сделав одно исключение для лежачих больных. Да и вообще, все толкование и понимание учения Христова основывается на апостольском предании. И вот так просто вычеркнуть слова, не просто учителя, а учителя язычников, с какой-то научной точки сделать их ничтожными, это кощунство, не говоря о том, что это глупо, потому что приземлено к пониманию бытовому, простому, человеческому. Это Михаил Кальмаев ему пишет-то. Апостол написал, и я имею Духа Божия, «Что и возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Все, и не надо по-другому толковать. 1 Коринфянам 2.13 «Ваши ученые-богословы не о духовном, а о плотском заботятся. Как угодить жене? Не надо прикрываться словами, что все меняется. Если внешне ей меняется, то суть человеческая все такая, как и в Коринфе. И не надо делать апостола Павла идиотом». Кавычки открыты. «Только он сектант, но, похоже, из одного корыта питаетесь». И далее. «Это я уже пишу Михаилу и говорю, чьи эти слова?» «Из одного корыта. С кем?» «Кто на ком стоит?» «Кому это посвящается?» «Да». «И впредь так не соединяй, не бери в кавышки, и сразу говори, кто с кем». «Так». «Ну и вот теперь, вчера я послушал передачу вашу, эту запись. Вы там разговаривали с одним человеком, и он все время повторял, да, мы разные, мы разные. Я говорю, будут три ролика под названием «Старцы». «Старцы Псолом 104-31 пришли, разные насекомые». То есть вот вы сидите там, разговариваете, и мысли вам такие пришли. Это, у меня очень редко такое бывает. На название, ну, войдет оно или не войдет еще это название, ну, может, чуть сокращенно. И «Аввакуум-1.8» «Скачет в разные стороны». То есть такое, там написано на ком-то, и здесь в разговоре вы скачете в разные стороны. Вы ему говорите, а он туда-сюда, туда-сюда, он не понимает. Вот так будут называться эти ролики. На слова, часто повторяемые, Деяние 2.17. «И будет в последние дни, говорит Бог, излие духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут». Вот он уцепился за это, с наведениями вразумляемы будут, где это, где это, где это. Вот, все время спрашивал об этом, где сны надо ему. Я отвечаю на это. Так, рассмотрим только некоторые слова и посылы из этого стиха. Номер 1, кавычки. «И будет в последние дни, говорит Бог, и излию от духа моего на всякую плоть». Возникают вопросы. «Когда эти последние дни будут или были?» Блаженный феофилакт, кавычки открыты. «Итак, когда возникает какой-нибудь сомнительный вопрос, не прибегай к рассуждениям». Вот и все, не прибегай к рассуждениям. «Рассудочные обсуждения также опровергаются, как составляются. А глаз Божий кто разрушит?» Вот и все. «Рассуждение разрушается, Писание не разрушается. Не сказано «излию дух мой, но от духа моего». Не дух, но дар духа изливается на всякую плоть, и именно на уверовавшую, то есть на язычников. Подают им добрые надежды и не позволяют ожидаемое благо присваивать себе одним. Через это самое он подсекает и зависть в самом ее корне. Обратишь же внимание на то, как разнообразно откровение Святого Духа. Один, имея благодать Духа, пророчествует, другой, не способный на это служение, получает дар видений. Так Петр в шестом часу дня видит сосуд, так Корнилий в девятом часу видит ангела. Дальше. Златоуст. «Не показывай мне написанного, а дай смысл написанного». Иоанн Златоуст. Кавычки открыты. «Кто согласен с Писанием, тот христианин, а кто не согласен с ним, тот далек от этого правила». Кавычки закрыты. «Если бы вы внимали Писанию, этому духовному оружию, и каждодневно упражнялись в нем, я не стал бы убеждать вас избегать борьбы с ними, язычниками и еретиками, а напротив, даже советовал бы сразиться с ними, потому что истина сильна. Но так как вы не умеете пользоваться Писанием, то я боюсь за эту борьбу. Боюсь, чтобы они, застав вас безоружными, не низложили вас». То есть я пойду, я пойду с баптистами, я там покажу, я врежу. Сиди дома, изучи Писание. Теперь я ставлю вопрос. Вопрос. Когда и где сыны и дочери стали пророчествовать у русских и у прочих? Или это не было, или сегодня происходит? «Отвечать нужно четко, с названием имен, местонахождением и время». Ну вот, покажи теперь у русских, когда сыны, ваши сыны, какие, или молодые это, или просто по наследству, где конкретно? Номер второй. Да. Вопрос. Это я ставлю вопрос к тому, что впереди написано. «И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Кавычки за это. Я ставлю вопрос к этому. Какие видения? Где, когда и какой примерный процент истинности в этих видениях и сновидениях? И что полезнее, если бы эти видения не были бы вовсе никогда? Или все же признать, что бывшие видения и сновидения вразумляли их и прочих? Или лучше бы, чтобы их никогда не было? Куда они завели их? Начитывая «Житие святых» и составляя на них симфонию, практически 10 раз мне пришлось молотить эти 12 томов Дмитрия Ростовского, составителя «Житие святых». Почему почти все последующие века видения были абсолютно противоположными тем, что были в апостольские времена? Там видения были призывными на проповедь, на чудную миссию нести Слово Божие в народы. Потом же были видения такие, сплошь иконы, и растолковано было, что на том месте явление иконы создать монастырь. Икона явилась на дереве, икона пошла, то есть просто уже икона это живой предмет, не предмет, а личность. Почему? Евреям 13.8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Это я говорю вашему собеседнику, оппоненту. И где и кто видениями ныне вразумляется на спасение, а не на оглупление одуряется. От видения-то люди какое видят-то? Ну, совершенно одуревшие. Вот она бабка сидит. А что рука завязана-то? Рука забантована. Я говорю, что-то повредило? Да нет. Я вот сижу, вот так вот подняла глаза, а тут абажур у меня, и вокруг херувимы летают. Херувимы. Я посмотрела на руку, и на руке мы это образились. Ну, я за... Ну, поцелуй Мэри Пикбортом, или какая-то... Фильм есть такой, она поцеловала его, отпечаток губ, и вот она наклеила, чтобы сохранить его. И это тоже забинтовало, чтобы херувимы остались на руке. Ей видения было, и что? Где-то что-то подобное было. И вот рассказывают сны. Ну, сон интересно бывает, даже интереснее, чем в нашей жизни. Но дальше-то что? Верящий нам, то, что обнимающий тень. Тень свою. Вот она тень, обнимая ее на земле. Дальше. Златоуст говорит, я тут пишу об этом. Почему святой Иоанн Златоуст говорил, что он не нуждается ни в каких чудесах? Что достаточно поверить без чудес, ибо чудеса творит и дьявол. 2 Коринфянам 11,14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. И 15 стих. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Кто, где и сколько уверовало точно по святой Библии от видений и сновидений? Почему Златоуст называл выдумки видения бреднями пьяных старух? И почему не по сновидениям Бог будет судить, но по слову Христа? Иоанна 12,48. Ну понятно, что слово мое будет судить его, а сновидения, сновидения, да их видят все, цыгане видят его, и отступники. Потерявки были люди, которые буквально вопили, что они никогда не уедут из Потерявки. Я услышал такое говорить, я буду держаться за Потерявку. Я на это говорю, и меня это всегда задевает. Но потом все до одного покинули ее, став далеко не друзьями, а иные даже врагами, растворившись в мирском потоке теплохладности и ересей. Вот это то, что я хотел сказать здесь. И ссылается он от мироточения, вы не верите, то другое. Ну почему не верим-то? Если от Бога, оно и покажется, что от Бога. Я сейчас прочитаю немножко, вот здесь слово такое, на буквы «э» экономцев. Вот оно где. Просчитаю слух. Вот пишут «Комсомольская правде» 19.03.03 года на странице 18.19. Заголовок. Почему мироточат или мироточат иконы? Бог или дьявол подает знаки? Вопрос. Да. Создана в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в православной церкви. Допекли на того, что патриархиев указал создать комиссию. В состав комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки. Историки. Вот что? Вот это довольно-таки компетентная комиссия. Сопредседатели комиссии Архимандрит Иоанн Экономцев, ректор Российского Православного Университета и Павел Флоренский, профессор геологии Московской Георазведочной Академии. И вот, как они отвечают на вопросы корреспондента. То есть, все теперь исследовали, под микроскоп смотрели, людей опрашивали. Кавычки открыты. Не сочтите за грубость, но наш народ стал слишком тупым. Вот на это я хотел остановиться только. И ты ли нас учишь? Ты невежда в вере. Там слепорожденным они говорят. Так вы же сделали таким тупым народ. Вы не услышите о том, чтобы сектанты, баптисты, другие сказали, что они у них тупые люди. Никогда не скажут. Они их учат. А это тупые. Тысячу лет кадила машет дым, пускает, а Библию не дают. И Бог как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя возможно другое объяснение. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Возможно, в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками. А мы ломаем голову над тем, что это происходит. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. То есть самая настоящая чертовщина, как они написали в журнале Огонек. Чертовщина. То есть черти рога строят, а священники теперь заботятся. Возьмите Ивановскую область. Речь идет там 13 тысяч икон. К дому подходят и сумочки лежат бумажные какие-то и все начинают мироточить. К дому кто это делает и кому это надо. Кровоточение, связоточение, ну что угодно. Библию в руки не берут. Вообще не поминается даже. Ну и показать наши ресурсы. Какие. Вот и все. Люди отключили. Никого больше нету. Ну а раз отключили, я вообще могу и спрашивать тогда. Видно, что ушли все, да? Ну вот я его тут и прикрою. Теперь мне нужно наши ресурсы. Вот такие. Первое это Мой мир. Вот она. Пожалуйста. Мой мир. Это сегодня ночью она выставила События дня. Колоссином. Два. Теперь утренняя молитва. Три. Четыре. Пять. Пять. Вот пять. Видишь как. Дальше эти ролики, которые я поставил, загрузил ночью и перенес на Мой мир. Что интересно, я их зарядил и она их перекачала, пока никого не было, выключен был, все равно закачала. Это наш православный форум, очень большой, 1600 тем. Заходите сюда, тут очень-очень много материала. И вот это у нас что? Называется православный видеоканал во свете Библии. Вот у нас сейчас уже 6515 подписчиков, не 5 миллионов 751 тысяча 71 просмотра. Ну, то есть нас система внесла в СМИ, то есть наш вот этот видеоканал, мы даже придерживаются, как они говорят. Ну и все. Дальше что у нас тут во свете Библии? Это большой православный библейский сайт. Вот здесь если нажать, то на форум найдешь, жми главный православный форум. Здесь на видеоканал выйдешь. Здесь больше 50 книг аудио начитаны, книги наши и ответы. Вот ответы 4124 ответа и разбиты они на 55 параметров. То есть тем. И вот сейчас идет у нас тема семья. семье. Вот мы здесь сейчас помаленечку начнем доходить. Последнее. Дальше считай. Вопрос 146. Первый том открытым оком. Могут ли родители не спрашивая согласия выдавать своих детей замуж или женить? Можно ли в таком случае не подчиниться? Это мне вопросы задавали, когда я вел занятия в пяти университетах повторяю в пяти университетах во всех отделах милиции десятка школ техникумах институтах три радиопрограммы везде и кто-то сказал этот ответ возьмите как-то сохраните это маленькая часть четыре тысячи то есть их конечно было я думаю больше десяти тысяч вопросов ответ в ветхом завете именно так и было как и сейчас еще в южных странах но сегодня если бы на это родители пошли то во время венчания нарушение было бы обнаружено священник спрашивает по согласию ли любишь ли и если приступающий скажет не согласен то священник обязан отойти все остальное есть беззаконие вот пожалуйста надо так чтобы воспитать чтобы дети были согласны родители смотрят сейчас сваха электронная определяет туда закладывает все данные получает какой он был женат и не женат а раньше была сваха она знала всех и тогда засылали сватов и объясняли конечно и крестьянский сын не сватался за княжну они знали у каждого свое сословие с ними кто разговаривать не будет вот об этом в тихом доне как раз говорится он пришел свататься ну а мы отказали он тогда девку соблазнил увез ее и вся деревня уже знала что он ее она потеряла девственность в это время а он тогда чтобы ее не бросить пришел свататься он самых сильных собак на него напустил он едва живой остался к жени дальше вопрос 147 может первый том открытый моком может ли бес действовать не только через жену но и через мужа наставника ответ сколько угодно конечно мужу труднее и сложнее потому что ему глава сам Христос и с каждым вопросом с каждым своим упущением так запросто ты не обратишься как жена к тебе то есть жена что не знает она сразу раз мужу Ваня как а ему надо молиться над ним то глава Христос ему надо молиться и ответ ожидать годами может быть жена должна иметь внутри критерий определитель Библию и сверять для себя все с тем что ей говорит муж если сказанное им не противоречит Библии то следует все исполнять беспрекословно и безмолвно главная задача каждой японской девушки выйти замуж и далее всю жизнь посвятить росту мужа его карьере ибо вместе с ним поднимается и она как Хиллари с Клинтоном а на это русских жен как раз и не хватает они часто из себя представляют сплошной остеомилиит это болезнь кости когда гниют при еще 12.4 добродетельная жена венец для мужа своего а позорная как гниль в костях его вот она стимилит я говорю почему гниль притча 14.30 кроткое сердце жизнь для тела а зависть гниль для костей в русских семьях идет непрерывный коробах за область влияния за все что окружает когда муж сбивается с пути жена занимает его место кафедру но это только в случае его отпадения от веры православной 1 Коринфянам 7.16 почему ты знаешь жена не спасешь ли мужа или ты муж почему знаешь не спасешь ли жены вот мне сейчас много вопросов зайдут в интернете я отвечаю иногда ни одного слова в ответе нет а просто беру место писания выставил и все и говорит сразу ответ поступает понятно теперь заучи наизусть люди пришли не ко мне священники сегодня практически никто так не отвечает я не знаю потому это академия и все звания им мешают а слова божьи не знают и вот весь ответ а нужно ли это как не нужно нужно знать конечно даже уберу это мешается мне вот еще дальше пойду прям туда вопрос 148 первый том открытым оком можно ли попросить у мужа разрешение один-два дня помолчать вот какие вопросы задает ответ ответ счастливый муж при смерти и вспомнит только эти два дня когда он был действительно счастлив вот такой ответ даю жене говорит то бы и ни о чем при послушании мужу а у большинства из них вся словесная энергия уходит на сопротивление и оговорки 1 Тимофей 2.11 жена доучится в безмолвии со всякой покорностью 1 Коринфянам 14.35 если же они хотят чему научиться пусть спрашивают о том дома у мужей своих ибо неприлично жене говорить в церкви 1 Тимофея 2.12 а учить жене не позволяю не властвовать над мужем но быть в безмолвии не два дня все время в безмолвии златоуст вышла замуж превратись в камень 1 Петра 3.4 но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа что драгоценно пред Богом кроткого молчаливого у аварцев есть поучительный рассказ у них тоже есть свои обычаи один из них состоит в том чтобы сноха никогда не разговаривала в присутствии свекра и чтобы он даже не слышал ее голоса вот какой закон интересно у одного почтенного почтенного и уважаемого аксакала женился сын и привел в дом невестку отец не налюбуется на нее какая она кроткая ходит опустив очи долу и весьма уважительно к нему эти законы горцев имеют ту особенность что в частном порядке могут быть отменены но только по решению собрания старцев данного аула и только для него у отца было два бычка в стадии и он сказал сыну сынок я что-то стал недомогать хочу заранее проститься с друзьями и собрать их к себе закалей одного бычка насытившиеся и раздобревшие гости через старейшего решили спросить хлебосольного хозяина по какой причине они собраны он попросил сына привезти молодую жену и поставив ее перед собранием сказал я хотел бы вас попросить уважаемые друзья чтобы вы попросили мою сноху с завтрашнего дня разговаривать со мною все были немало удивлены этой просьбе а старейший из гостей сказал я прожил долгую жизнь но с такой просьбой встречаюсь впервые и обратился к молодой женщине ты удостоилась великой чести дочь моя что ради тебя признан не совсем умным наш старинный обычай значит что-то наши отцы не предусмотрели мы просим тебя будь свободна отныне и навсегда от этого обычая ты можешь разговаривать с твоим вторым отцом хозяин едва дождался утра чтобы услышать мелодичный голос ласкающий его слух он стал чуть попозже обычного ибо заснул только перед утром перед утром и нашел сноху даящую корову подойдя к ней он остановился рядом и подумал чего бы начать с ней говорить и тут она обернулась и довольно раздраженным голосом сказала чего зря стоишь шестуканом подержи корове хвост которым она бьет меня по лицу так он и стоял с хвостом в руках едва накончила доить он тут же возвратился и прилег на свою тахту ему почему-то вдруг действительно занимоглось сегодня с утра пораньше а он думал что какая была жена он ее любил похоронил и у ней такой же голос он размечтался и все сноха войдя в дом прервало его мысли с чего разлегся только встал а уже лежишь видишь малый ребенок лезет куда попало возьми его на колени к себе и пойди с ним на улицу и день показался ему длинным длинным как никогда когда сын вернулся с поля он снова обратился к нему мне что-то стало совсем плохо заколи второго бычка и созови моих друзей и в конце ужина он снова был спрошен ради чего же они собраны он постоял помолчал а потом и говорит я хотел просить вас почтенное собрание чтобы вы упросили мою сноху больше никогда при мне не разговаривать старейший из них обвел всех глазами как бы спрашивая ну что и сказал о выходит наши предки были правы и в этом и мы это поняли когда съели двух бычков слава богу что и наш почтенный друг это тоже понял только обошлось ему это в два бычка таки вкусных и хороших вот какой рассказ интересный ну теперь что мне надо эти вопросы которые о семье идут теперь уже брать непосредственно оттуда они у меня не подготовлены обрабатывать ну и вот здесь где семья я сейчас открываю 47 пункт вот первое я вот должен как выделить потом контр-лс скопировать вот заметьте время конечно тут уходит ну и открыть в борде и вставить а потом опять выделить заактивировать и увеличить шрифт чтобы можно было снять вот так вопрос 705 второй том открытым оком в писании сказано что Авраам и Сара были двоюродными братом и сестрой как эта церковь толкует в смысле брачных отношений ответ дети Адама и Евы женились друг на друге и это не возбранялось человеческий организм еще был силен и неодержим наследственными болезнями и пороками кровь еще не была заражена далее стали дозволены браки на двоюродных природа человеческая ослабевает все более и болезни людей близко стоящих к кровном родстве передаются новому поколению очень легко церковь устанавливает особые степени родства как это выглядит для этого есть специальный материал о браке второй том открытым оком там дается клеточка это муж и жена от стрелка дальше идет ее брат сестра и дальше их родители а там у нее еще дальше идут двоюродные бывает иногда в шестом колене коленом называется и почему-то если в шестом разрешается а в пятом нет то в пятом колене может разрешить только епископ ему дается власть и поэтому бракоразводными процессами завалены все при живых женах сейчас огромные папки у меня знакомый священник один отец Иоанн Суворов из города Тула и он с архиереем говорит а у архиерея лежат пачки в этих бракоразводных он говорит владыка больше я венчать не буду таких живая жена поэтому и пусть в других храмах или как я не буду вопреки слово Божие при живом мужа выйдет замуж называется прелюбодействую я прелюбодею зачем венчаю все эти годы ну вот такое дело я рассказываю и называю чтобы не подумали что я что-то придумываю конкретно поступил он правильно абсолютно так пиши семья родственники если бы я заранее все приготовил этого бы не было теперь опять следующее а там смотри чтобы нам время сохранить эти какие вопросы были небольшие я их отвечал чтобы только понятно было народ разный был поэтому вопросы очень разные один и говорит а что Игнатий говорит придумывает вопросы да сам на них отвечает а потом а сам смотрит новая книга получил и как закричит в аудитории а вот и мой вопрос здесь а другая подошла женщина а вот мой вопрос я свежие вопросы все вставлял вопрос 706 второй том открытым оком если муж прелюбодействует то жена имеет ли право развестись с ним или право на это имеет только муж ответ Матфея 19.9 но я говорю вам кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой тот прелюбодействует и женившийся на разведенной прелюбодействует в вопросе брака права равны жена имеет право оставить его и если были венчаны то до смерти мужа не имеет права выходить замуж повторно правило Василия Великого предусматривает разные сроки наказания за запружескую неверность отлучение от церкви но сам же он признавал что это несправедливо но по другому пока нельзя одновременно с этим он советует женам не разводиться даже если муж изменяет им я тоже имею уже 40 летний опыт наблюдения и полностью согласен с Василием Великим смирись быть может он покаяться и обратиться к Богу я знал такие семьи просто очень близкие мне люди были и все сохранили семью семья измена вот так мне сегодня удобно здесь брат Никита приехал командировку отбыл потеряем оказалось востребован к Игорю там все так карты делают слава Иисусу Христу это старшая сестра звонит мы успеваем говорить 3 секунды а 5 секунд телефон не включается мы ничего не делаем за это не высчитывают она справляется все ли у нас хорошо вот дальше опять тут бы можно не трогать считать но очень в экран не вмещается широкий тут экран широкий вот теперь я еще и запутаюсь сам то ну все потом я если Господь даст силу я сделаю это вопрос 710 второй том открытым оком как вы относитесь к полигамным бракам в Новосибирске выступил один врач за возобновление подобной инициативы и в наше время ну так в думе Жириновский выступил с этим ответ интересно ну в Российской Федерации закон-то для всех один-то а кто-то говорит а у мусульман-то у них 4 жены может быть и этот вопрос задает Рамзану Кадыру он говорит ну что ну у меня говорит глава администрации там какой-то районный говорит у него 2 жены ну а Путин-то куда смотрит там смотрит-то закон нарушается что Путин-то Путин умный говорит человек что он будет нашими женами разбираться у нас есть обычное такое у нас правило такое это записано у нас в нашей книге там священной называют ну и все на этом внутри страны и однако они сумели это отстоять я как-то поехал тогда было еще Советский Союз и гляжу там работают русские и среди них Дагестанец кажется ингуш или кто-то и гляжу у него на поясе висит кинжал а я знаю однажды как-то то ли облава была или еще я попал туда в эту сеть и меня проверяли у меня с тобой был ножичек в кармане складишок карандаши отобрали милиция и не вернули ходил нет не отдали почему нельзя а ему может кинжал кинжал ну я не знаю там лезвие оно больше 20 сантиметров большое а что это говорит национальный костюм им разрешено национальный костюм вот это да пост начался главное можно свинью жареную закусить и утром встал так это в зубах у меня осталось это уже вот я так говорю ответ противники полигамии говорят что Бог не из всех ребер делал жену Адаму а только из одного и еще у Христа одна церковь его жена а не много и то что в новом завете разрешено иметь только одну жену но врач-то выступал и говорил рассматривая этот вопрос только с физиологической стороны если человек есть садное животное по Марксу и как учили коммунисты у человека нет души то конечно нам нужно заимствовать эту идею из мусульманства со всеми правами и обязанностями современных соломонов святые мужи пустынники ограничивали соитие законной женой когда муж видел что она уже забеременела объясняя тем что поле не засевается вторично по ранней заиспосеянному и взошедшему думаю что эти сравнения не подходят сколько сегодня погибло ребят столько будет не вышедших замуж и не надо смеяться над этой темой и над предложением Жириновского Владимира Вольфовича кавычки открыты каждому мужику по 6 баб повторяю если исходить из постулата что бога нет тогда нужно провозгласить полигамию узаконить ее и демографическая проблема будет решена я слово проблема сказал просто померти я не люблю слово это исключает как нерешенный вопрос так семья полигамия было я там смотри дашь сигнал когда надо будет уже заканчивать потому что у нас часовая программа это один часовой будет ролик да один часовой будет да все это заканчиваем сейчас глянуть надо сколько там еще 20 минут еще 20 минут я сейчас посмотрю сколько здесь 8 28 ну 30 будет 30 надо маленько подольше до полчаса ну вот теперь что тут вот это видите маленько я не так стал Ctrl S теперь открывать надо вставлять увеличивать да и считать с выражением вот теперь мы выходим давай вопрос 719 второй том открытым окон против вас было такое обвинение в газете московский комсомолис на Алтай 27 мая 1999 года что без вашего благословения члены общины не имеют права жениться так ли это ответ статья была заказная ни одного полосного обвинения газета не смогла доказать и проиграла три процесса полностью ко мне обращаются молодые иногда за советом спрашивают и их родители подходят ли дети друг другу разве я не вправе ответить на их вопрос не было еще ни одного случая чтобы события пошли другим путем вместо того который я предсказывал вот два примера мои письма из личного архива так письмо перед свадьбой кавычки открыты мир вам друзья и братья получил просьбу Тани молиться об их деле Танины рассуждения советы и она мне по сердцу батюшка не желает чтобы я вам что-либо говорил такого что расстроит вашу свободу и я молчал и когда меня Алевтина Пантелеевна спрашивала мое мнение Саши я не смог все сказать согласно наказа батюшки желающего видимо этого союза может быть более всего лишь из-за того чтобы с Таней чего худшего не случилось не вышло бы за какого-либо баптиста а Сата чтобы не повторил в кавычках подвиг Саши Фурсова но я молюсь тоже ушел за сектант на сектанке женился и сам потерял веру и ушел но я молюсь усиливаясь молчать а дух говорит говори и не умолкай ополчайся я чрезвычайно люблю Таню и всех вас и скажу отложить хотя бы на год то есть эту свадьбу отложить хотя бы на год Саша чрезвычайно изменился не в лучшую сторону и мне было и горько за Таню и если она все же выйдет за Сашу сейчас то это ей видимо пожизненное наказание за то что отвергло брата Севастьяна ни в чем не нарекаемого ни от кого это все это все наши прихожане это Саша жил в деревне вот этот дом где сейчас остановился у нас находится роман повремените и если не примете всего свидетельства то я чист от крови вашей вот я написал им письмо тогда и отдал я беру оттуда называю имена все здесь есть я вам не мешаю не препятствую но Таню мыслю как свою дочь и как ей будет хорошо ли Саша ведет себя гордо без совете очень любит плакаться на плече недуховных женщин что с ним обошлись несправедливо горит в саможалении из него неудержимо выползает природное дикое хамство дерзость еще был в общине в общине потом уйдет такие дела будет делать достойной смерти то есть мусульман его сразу бы завязали за это измена будет и ужас один что он начал вытворять по последнюю встречу со мной он вел себя как безбожный хулиган и невозможно его было остановить требует от меня того о чем рассуждать ему не позволено никакого и ничего контроля над собой не чувствует повремените у Саши есть хорошая черточка он через день или через несколько дней кается но насколько это искренне не знаю ушел баптистом потом там тоже он потерял все сейчас дома сидит ничего нету занудливость многолетняя многое зря смеется на грани цинизма страшно боюсь за него он близок полному падению еще ничего не было этого батюшка ничего не говорил а я говорил и написал не спешите вы делаете что хотите но я слово свое должен был сказать я очень люблю Аллу Таню мать Тани Таню и всех вас и Сашу не ошибитесь молюсь за вас а слезы в глазах жалко вас храни вас Бог в Игнате 29.05.2000 год что получается уже 17.000 год уже дети у них выросли размышления письмо по поводу брачного пира Старкова Кладких в подвале кардиологического центра города Барнаула кафе зал 1.09.1996 года из личного архива Лапкина Игнатия Тихоновича о том 69.000 лист 24.000 вот видите какая-то меня спрашивает как я отвечаю у меня все это написано 77 томов только личной переписки и это все за короткое время только такой остаток остался а что было до 86 года все сожгли сожгли когда меня арестовали два огромных кучи лежало где жгли во дворе краевого суда кавычки открыты не согрешил тот кто был на этом торжестве и тот кто не пошел туда считая это зазорным как неприличное место где в сауне в бассейне на массаже бывают рэкетиры мафиози место где не все сидящие молились они решили там свадьбу сделать потому что знакомая одна наша там работала и говорит а что вам дома-то давайте сюда и что интересно вот эта вот душа я ее тоже хорошо знаю но настолько хорошо знаю Наташа и мать ее прихожанка наша и она сделали это никто из наших не пошел так там рабины сколько было а у самой Натальи у нее муж очень такой спортивный был инструктором у альпинистов и пошли на Жамалунгму на Аверест и там погибла вся и он где-то там так во льдах и застыл муж ее Николай Шевченко вот она вышла второй раз замуж и тоже оказался как бы спортсмен я его видел даже он подходил ко мне такой надменный мужик толстый такой где-то какой-то сплав по реке был и он как бревно утонул второй сейчас я не знаю она врач прекрасная просто женщина такая я ее знаю как она девушкой была потеряевку приезжала просто знаю хорошие люди но она всегда выходила замуж без совета не согрешил ни тот ни другой но кто не пошел туда тот поступил лучше говорят бывшие там все было так хорошо уж так-то славно мне же видится это дело не совсем хорошим по нескольким причинам весьма тревожно двоеточие не нами сказано что литургия это небо на земле а все остальное ниже того из непосредственных участников торжества жених невеста теща все члены крестовоздвиженской общины кто был на литургии а это начало новой жизни и спрашивание благословений на всю дальнейшую жизнь бракосочетание а не венчание по слову златоуста венцы надеваются только на тех кто сохранил свое девство до конца священник духовный отец предупредил что туда не пойдет и это немало не тронуло замышляющих вместить всех приглашенных в раз и в одном месте пренебрегли духовным литургии пренебрегли и много легче духовным лицом что на место этого я говорил что в любом деле нужно знать стоит ли делать его предварительно задать 4 вопроса первое что об этом говорит Библия Библия говорит не в пользу выбора мест места обеда званых и при том во многих местах говорит об этом второе чего я ищу этим решением небесного или земного вечного или временного как легко увидеть везде предпочтено земное мнение безбожных прихоть своего эгоизма пречи 18.1 прихоти ищет своенравный восстает против всего умного третьего что об этом говорит моя совесть этого сказать не могу но знаю что совестливый человек бережет свою совесть и не насилует ее учитывая голос души притом больной слабой и израненной грехами как только они там свадьбу сделали из общины выпали сразу как будто их никогда не было и мало того сделался врагом четвертое не принесу ли этим действием кому-либо вреда соблазна и по всем четырем пунктам можно было ударить как по тормозам этого не сделали это нехорошо весьма не пригласили ни одного человека из поселка потеряевка из свято-анфимовской общины в том числе и меня и это вам да не вменится и понятно от чего боялись чтобы не испортили вам обедни с сомнительным началом и потом задать себе вопрос что приобрели вы тем местом ответ ровно ничего кроме поношения осуждения и впредь такого не будет ни одного члена наших общин батюшка не будет даже венчать тех кто решится на такое взяло прискорбно окончившееся дело приобрести не приобрели а потеряли много и почти сами себя тогда еще не было известно как они будут но там такая была обида что не пришли такие-то кто-то люди барнаульские здесь и все ушли ушли они в московскую патриархию он стал священником остальное я уже не знаю ваша обида на петеримовых и смешна и позерская и глупая и безбожная такая обида прямо-таки демоническая со слезами с зачерствением только за того что девчонки не пришли на обед и это только вершина айсберга как прогнозируется событие зловыборочно не бывает и потому если вы все не принесете покаяние за ожесточение против не пришедших в безбожный зал вы рухнете окончательно покинете общину зло ваше обратится на вас вы начнете пожирать друг друга упрямство национальной гордыни жены и ерничество да выкатоглаз жениха остановитесь еще не поздно вы уже проиграли так много и промедление смерти подобно духи зла демонические полчища этого места захватили вас и несется ваша колесница вскачь пропасти обида ваша смешна глупа в отместку за требования анатолием кузьмичом сатисфакции за стихи славы и прочее авычки анатолием 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 и Спасительный в пущину зол ведут, или глаза их слишком уж померкли во благо тайных правящих иуд, масонов. Готовятся народы на заклание, под зверя адского проводится печать, а наши иерархи, братское лобзание, родешеньки иудам этим дать. За выживание шумят они нетрезво, экуменизм, вот их маяк в ненастии. И к звону злата, грохоту железа, тем прибавляет хохот апостасии. Во всяких ересях нет Господа Христа, из них глядится змей в различных масках, а вера православная чиста на истинной спасителя закваски. Небесный хлеб кощунственно мешать с хлебами на закваске преисподней, за это дело страшно отвечать в день недалекий, в судный день Господней. Церковные высокие чины, во имя мира, счастья, изобилия, не увлекайтесь дружбой сатаны, ни подкупом, ни страхом, ни насилием. Оставьте суетный лукавый ВСЦ, масонских лож и без того премного. Плодам не быть на древе мертвеце, когда-то древо проклятого Бога. Внимая старцу Божьему Сарова, храня догматов православных благодать, христовы люди, будьте все готовы слуг адской тьмы в вождях распознавать. Старков Вячеслав Владимирович. Об извращениях Московской Патриархии с призывом неустанно облегчать и увещать этих круглолицых бородатых старцев в... Епископ, епископ, архиопископ... Митрополит, митрополит... Это в скобках, это он же подписал. И туда же впал. Видите как, я ничего не добавляю, это документы. Тут так, семья... Семья... Так. Свадьба... Что, как? Свадьба, и как назвать его? Ну да, свадьба в безбожном месте. Вот вопрос задали. Я отвечаю его подробно и... Я знаю, что так отвечать эти священники сегодня никогда не будут. Они, во-первых, и не знают, да еще он будет отвечать, ради чего под удар себя ставить. Ctrl-L, Ctrl-S, копирую. Теперь Word, Ctrl-V, ну и теперь в 20-й шрифт. Шрифт поднимаю и засчитываем. Вопрос 712, второй том открытым оком. Скажите, а ваши родные по крови, братья и сестры, все верующие? А если нет, то они вхожи в ваш дом? Ответ. На семье 10 детей, 5 братьев и 5 сестер. Когда я обратился к Богу в 1962 году 27 сентября в 17 часов, то я сразу же стал писать домой письма с большим количеством выдержек из Писания. Обратились к Богу два брата, Иоаким и Павел. Правда, не в одно время. Самуил и Иосиф ничего не приняли. Оба крепко пили. Обратилась к Богу сестра Евдокия, Валентина и Ирина. Две другие сестры, Татьяна и Марфа, ходили в церковь, но сделались отступницами. С ними отношений нет никаких, и они ко мне в дом не вхожи совершенно. Но, так как мы молимся в моем доме на улице Никитина, 147, квартира 1, то в субботу и воскресенье дом превращается в церковь. У меня на квартире жила дочь Татьяны, Настя. К себе в дом... Применница моя. Даже к дочери. Я Татьяну не пущу. Но она пришла в воскресенье, и я ее приглашаю в церковь, практически в свой дом. Беседую с ней, как с человеком, тянущимся к Богу. После моления у нас трапеза, и я оставляю ее, как странницу. Но вот она оделась, прощается и со второго этажа спускается по ступеням вниз. Я предупредил ее, кавычки открыты. Теперь ни на одну ступеньку вверх ты не смеешь подняться. Церковь закрыта, а осталась жилая квартира. Кавычки закрыты. Вечером перед отъездом во Фрунзе она приходит проститься с дочерью. И это происходит на морозе на улице. Я рассказываю это подробно и вижу, как вы уже осуждаете меня за жестокость. Но я не советуюсь с вами никогда. Когда императора Александра Третьего спросили, почему он не советуется с некоторыми министрами по некоторым вопросам, кавычки открытые. А он отвечает. Зачем, ответил он. Они знают в этом деле меньше моего, и поэтому их советы будут тянуть только вниз, кавычки закрытые. Еще спрашивай. То есть он милиционер? Но все должно быть в заправду, на равных. Я прошу зайти ее в их сарай, где нас не видят ее соседи. Передаю ей все просимо, и более того, умоляю вернуться ко Христу. Здесь же молюсь о ней, и немедленно возвращаюсь домой. Могу рассказать еще о более, кавычках, диком случае. Моя родная мать Мария Егоровна очень любила меня, потому что я доставлял ей много скорбей. Она приезжала даже в Хабаровский военный госпиталь одна, где меня содержали как у малышенного и уродовали меня. То есть, а с чем доставлял? То есть, вот такое случалось, она ко мне приезжала. Она нашла меня на Балтике, боясь, что я погублю душу с неправославными. В деревне у нас праздники справляли, в кавычках, морем разливанным закрыты. А мать потеряла над собой контроль. Каждый год я приезжаю домой, ибо отец инвалид войны без руки. Но Писание говорит, 1 Кориффины 5.11. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Мать готовит самые любимые мной блины. Я брал их раньше с пылу из русской печи. Теперь же не сажусь за стол, просто нарезаю хлеб, беру воду из колодца, так завтракаю и снова за работу. Я видел, как мать плачет, но поступить иначе не мог. И с тех пор к прежнему. Запретному она уже никогда не прикоснулась. Царство ей небесное, труженица и молитвенница нашей. Нужно довериться Богу, и вы увидите, как мертвое поле заколосится. Нужно быть твердым, решительным в уповании на Бога. Богу не нужны наши рассуждения и мысли. Исайя 55.8. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Проверь, больше часа. Если больше, то все на этом. Ну да. Пиши семья. Семья. Точка. Исполнять заповеди Божьи. Вот тут у нее все не напишешь, о чем речь шла. Вот подробности биографии. Это у меня из книг взято, так что 20 книг я развез примерно по 600 библиотек получили от меня эти книги. Никакого секрета не делаю. Здесь, может, кто не знает. Мне не надо лост какой-то наводить. Я рассказываю, как это было. Все.